Когда я закончил свою профессиональную карьеру И еще 20 человек в нашей студии Блин, мне на сегодня было приятно У них же все распланировано на 3 месяца вперед Сложный вопрос на самом деле На подиуме стояло как с поднятой головой Потому что у меня просто лепешка была синяя пластырь У этих русских такая модная сейчас Ко мне приходили в 7 утра домой, встречались Я понимал, что это будет очень сложный год Но сейчас Порой из горяча делают дурацкие Блин, маневры Мы сейчас же не вы них сравнивали Как я к этому отношусь Лосось с овощами Сыром с медом Он же мне трос ногу сломал в 13-м году Давай как люди отмежут Можете, ребята, тоже посмотреть Я найду Да, по-моему, мы уже, Жень По-моему, мы в эфире Ребят, привет Привет! Мы здесь с Евгением Бобрышевым Всем привет! Сразу скажу, что я тоже выйду в прямой эфир Здесь буду смотреть А мы вообще в прямом эфире или нет? Во-первых, я очень счастлива и рада, что Женька нашел возможность Евгения нашел возможность приехать в Москву и побывать сразу Ты с аэропорта сюда? Да, я буквально прилетел 3 часа назад с Дюссельдорфа И ранний рейс был, но сразу сюда наводкой, прям к вам Давай тогда о планах Ты не частый гость в России Какая главная здесь у тебя сейчас задача? Какие планы побывать здесь? Во-первых, мы пораньше приехали Потому что у нас основной визит России Это форум в Сочи, который будет проходить Но так как у нас возникла такая возможность попасть туда Мы решили приехать пораньше на пару дней К семье, к родителям Повидаться и нашу маленькую привезти Которая скучает по бабушкам А ты говоришь экономический форум в Сочи Что за цель, что за задача? На самом деле это у нас общий Мы едем с областью, с калужкой области И я как бы выдвигаюсь за спортом Ну, если что, мы, наверное, побольше Зайдем по поводу темы Когда я закончу свою профессиональную карьеру Я хотел бы вот окунуться в спорт В развитие спорта То есть для молодежи, для детей Потому что в нашей области И в частности в нашем городе Очень большой сейчас спрос на мотокрош Ну, вообще, на развитие У нас очень развитый, развит бокс У меня очень много друзей Кто хорошие результаты показывает бокс И стремятся как-то выбраться Вот этот вот проект, который мы сейчас обсуждаем И пытаемся желательно как бы ввести в эксплуатацию Ну, это мы говорим и про бокс, и про мотокрош Все, да, это такой спорт Это будет такой масштабный центр развития спорта Ну, и, ребята, наверняка все, кто нас сейчас смотрит Это 20 человек И еще 20 человек в нашей студии Все знают, что Женя Бобрышев Наш известный российский мотогонщик Я тебе просто не представила Вдруг есть залетные такие зрители Женя выступает много лет за Россию В мотокроссе Один, наверное, один из наших самых успешных И талантливых спортсменов Такая армия фанатов, которые у тебя Я даже не знаю, в российском мотоспорте У кого она еще есть Я не буду затягивать с тем, чтобы От федерации мотоциклетной нашей российской Так сразу? Да сразу, конечно, все Подарить тебе такую плакетку Где вот выбрали тебя лучшим спортсменом от России Это... Так, я ее жду уже, наверное, с января, да? Ну, видишь, мы здесь воспользовались Возможности Вот расскажи, наверное, про фанатскую любовь Она насколько сильная? Как ты ее ощущаешь? Где ты ее чувствуешь? Слушайте, ну, очень я ее ощутил Прям вот Ну, я ее так ощущал Но когда ты находишься Ну, допустим, лимитарно Когда проходил первый этап чемпионата мира в Орленке Вот там я очень ощутил поддержку Русских фанатов, болельщиков И, блин, мне настолько было приятно Когда я уезжал обратно в Голландию И я даже как-то грустно мне стал А в чем проявляется? Там просто подходит, там, типа, Женька молодец Или что-то дарят, или что? Нет, ну, в основном Ну, многие следят Многие очень много что знают обо мне То есть, когда мне получается с кем-то завести разговор И он, ну, со мной как общается Как будто, ну, с лучшим другом Да, как будто мы с детства знакомы Да, вот, но человека я первый раз вижу Вот, и это очень приятно Это видно И какое количество подходит, интересуется Там, когда у нас автограф есть Когда видно, что большая толпа болельщиков Стоят, да, в очереди за плакатами И, ну, это все видно Это сильно ощущается Когда Херлингс и Кайролли будут стоять у тебя по бокам А, ну, понятно Видел, да? Это, по мне, это вопрос такой фанатской, знаешь, фанатского почтения Потому что все ждут Я понимаю, да Я знаю, да Но это сложный вопрос, на самом деле Но он все-таки завязан подо что? Вот если серьезно подходить к ответу Блин, ну, это целый пазл, на самом деле Чтобы стоять, чтобы они были между тобой, да, на подиуме То это целая цепочка Вот И на данный момент быть реалистом Но она немного прерывается, да Вот сейчас, на данный момент Так что, ну, как бы, я стараюсь Может быть, чтобы все хорошо складываться Может, не за горами Но ты много работаешь Мы знаем, здесь ребята задают вопросы Что ты выступал за заводскую команду И, ребят, вопросов так много Я их помню Я готовилась И мне, может быть, не так быстро я могу назвать имена Но потом, в конце передачи Я покажу, вот Женя сядет и посмотрит Самый лучший вопрос И, кстати, мы не сказали с тобой, что Женя приехал не с пустыми руками Он привез... Подарки Подарки Будет одним из самых интересных, которые Женя отметит Так вот, возвращаясь к тому, что ты выступал за Хонду Сейчас выступаешь за команду? Команда, французская команда Называется Boss Factory Они заявились в этом году Вот, и мы выступаем на Кавасаки Но та же команда была в прошлом году Да, такая же команда Но они подписали в этом году контракт с Кавасаки В том году это было с Сузуки А, вот почему Но на самом деле у меня такая смешанная каша была в том году У меня два разных контракта было Две разных команды Вот, но основная на чемпионат мира Это была вот Boss Team И вот тогда в этой связи вопрос Чем отличается работа в заводской команде от работе в частной? Я понимаю, что разница она есть Большая разница, я считаю Во-первых, у заводской, простыми словами говоря, больше материала Больше возможностей Уже у них выбрана профессиональная дорога То есть у них же все распланировано на 3 месяца вперед У них задержек нету У них все поступает вовремя То есть они делают свою работу вовремя Я делаю свою работу И вот эта вот совместная работа И вливается в такой вот заводской, я бы сказал бы, результат Но, наверное, это некий челлендж Работать в частной команде Оставаться на чемпионате мира И стремиться на подиум И в топы Ну, это сложно, да На самом деле Потому что в том году Вот эта команда, за которую я выступаю второй год уже Они в том году дебютировали в MXGP Для них все это было новое Я понимал, что это будет очень сложный год Потому что, как бы, Хонда немного некрасиво разорвала контракт со мной В последний момент, когда уже гонщики были все подписаны Но, тем не менее, у нас получилось заключить договор Это было в январе уже 2012 года Когда уже все готовы гонщики А я только начал готовиться Тем не менее, я руки не опустил Кабы, вот мы продолжили работать в 2018 Вот ребята здесь спрашивают как раз про новый мотоцикл Ты ответил уже Вот Негрета спрашивал про Кавасаки Почему ты выбрал И как тебе этот новый мотоцикл Я смотрела недавнее интервью Ника ТВ Очень классный, кстати Можете, ребята, тоже посмотреть И как раз ты там говорил о том Что впереди предстоят зимние тесты На которых Ряд зимних тестов На которых вы будете настраивать мотоцикл И в феврале Ну, так как вы Те настройки, которые вы найдете Они останутся уже для первого этапа Чемпионата мира Расскажи, пожалуйста, про зимние тесты Как они проходят и проходили Ну, они, во-первых, начинаются с декабря В основном То есть мы начинаем тестировать Некоторые детали Это в основном подвеска идет А если поступил мотор То мы тестируем мотор Но на данный момент Если мы разбираем эту зиму То вот в январе У нас тесты были уже подготовлены подвески Потому что в декабре Мы ее уже выставили базовую Как мне удобно А мотор мы тестировали Вот буквально неделю назад Новый мотор Как мотор? Блин, ну... Но пока недостаточно Пока недостаточно силен для участия в MLGP Но они работают над ним Сейчас, да, они работают В конце февраля должны еще запчасти прийти Вот когда мы возвращаемся Если в заводскую команду То у них уже там в декабре Уже все готово То есть мы в январь уже приезжаем Приезжаем Мы приезжаем Региональные соревнования Но уже на подготовленном мотоцикле Который будет На чемпионат мира Понятно Женя, а кто выиграет 2019 год Под твоими прогнозами? Ну, сейчас Сейчас, блин Ну, это сложно Год на это не приходится Но так вообще Сейчас Хеллинг стромировался Вот он выпал точно месяца на два Вот Так что Король сейчас На данный момент претендент Какая роль А вот Чернышева Катя спрашивает Какая гонка у тебя будет первая В этом сезоне И планируешь ли ты где-то стартовать До MXGP Да, Окстон парк будет 17 февраля Вот Интернациональная гонка в Англии Вот планирую туда ехать Планирую там участвовать Это будет первая гонка А вторая будет Следующие выходные Во Франции В Лакапель Это уже перед Аргентином Жень, ну, если возвращаться к истокам Очень много людей Задают одни и те же вопросы И всегда интересуются Я думаю, что обязательно нужно на них ответить Ребята 777 спрашивают Как получилось, что ты начал заниматься мотокроссом С чего все началось Никита Денежкин спрашивает Во сколько лет ты сел на мотоцикл Даня спрашивает Эти вопросы они всегда будут интересовать Потому что люди сравнивают А не поздно ли ребенка привезти Да, ну вот Ну, сел я на мотоцикл в 7 лет Это поздно? Да нет Нормально Я думаю, не поздно Я до сих пор еще не наелся мотокроссом И, ну, многие, многие там садятся Дети, родители сажают детей в 4-3 года Даже знаю Но, блин, мне кажется, рано еще Очень Рано? Ну да, я думаю, рановато 4 года Не знаю, это опасно Но, во всяком случае Я думаю, в районе 6 Для меня это вот нормально И, да, а мотокросс Это занимался мой отец Вот А где вы тогда начинали тренироваться? Около дома По асфальту ездил По траве ездил Вокруг дома В гараже какого-то А пап сам ездил в мотоцикле? Конечно, ездил, да Конечно, ездил У нас уже на тот момент была трасса Вот в городе Кондрово Вот Но начинал я там Я не знаю, сколько может быть месяц Ну, меньше Я думаю, вряд ли месяц Но поначалу Начал по асфальту Потом уже на трассу выехал И как раз там была, вроде, моя первая гонка Там же? Неудачно Почему? Было, блин, море слез И много падений И постоянно Всех, да, расставили Всех-всех Наших родных На каждом повороте Потому что я не мог проехать Ни поворот, ни ничего Ну, прямые нормально получались Трамплины нормальные А повороты сложно А вот Дмитрий Чернов, 57 Спрашивает Ты бы хотел вернуться в то время Когда не знал, что такое мотокросс И начать все с нуля Может быть, в тот момент Ты выбрал бы какое-то другое увеличение А, да, ну это сложно Ну, как это сложно Когда ты лежишь с детства Тогда, блин И так получилось Что когда меня посадили То это, ну, это мое Мне понравилось И о другом я как бы не мог думать Если бы мне были бы на тот момент Там, я не знаю Я бы прям горел шашками, может быть Да, или там Я не знаю С парашютом заняться профессионально То, может быть, да Я как бы сейчас бы ответил на этот вопрос Но у меня просто было вот Это увлечение Переросло потом профессионально Женя, расскажи, пожалуйста Как удалось попасть в MXGP И каков был путь спортсмена Он у тебя Этот путь в мировые гонки Он какой-то Обычный или необычный? Ну, все началось Это Были выезды в Европу постоянно Мы с семьей ездили Всегда у нас был большой кемпер По Европе ездили в 85 Были потом Поддержка ЮКУСа была Мы также продолжили выезжать Я занимал там хорошие места Выигрывал В Венгрии выигрывал На песке В тот момент Меня перло, можно сказать Да, как-то до сих пор Мне нравится песок Это твоя сильная сторона Песок? Ну, да Мне нравится песок, да Когда я готов Когда я прям подготовлен Это моя тема Ну, те, кто не в теме Есть песок Есть... Ну, есть новых грунтов Есть жесткий Есть крови Есть песок Есть супер-песок Есть средний песок А трасса Орленок это? Ну, это жесткий Это бетон Это бетон с камнем Это бетон прям, да И твой песок И у тебя тогда шло по песку Да, и мне Я вот выигрывал В Венгрии В Венгрии был В Голландии тоже участвовал Хороший результат Много тоже историй Есть таких смешных Когда я там Выезжал последний Потом добирался Да, да, да Ну, которые показывали Твой характер, да Как спортсмены Ну, как характер Я даже не понял Как у меня характер был Честно говоря Мне сложно Ну, как Наверняка всегда Вот я читала Что ты агрессивный Вид борьбы у тебя На трассе Наверное Он как... Кого это? Я читала Я готовилась Там написано Что ты предпочитаешь Но, блин, у меня злит Да, у меня У меня злит Особенно, когда я сзади Долго не могу Обогнать Вот этот вот Шприц, да Мы называем Спыт колеса Когда камни летят Да, да, да Тебе ударяют Сюда в плечо Да, сколько можно Да, потом Мне это бесит Начинает И я порой Из горяча Делаю дурацкие Блин Маневры Которые приводят К падению Лечок чего-то А как... Вот, кстати Егор Дор Спрашивает Какие заезды Тебе больше всего Запомнились В МСЖП Были ли какие-то Такие яркие Не знаю Может, победы Может, наоборот Какие-то разочарования Да, не Ну, конечно Это элементарно Это точно Тало 2011 Когда я выиграл Опас заезда Потом Гальдорф Когда я вернулся После травмы Позвонка И Выиграл первый заезд А на второй заезд Мне просто Не хватило сил Я приехал Вроде пятый Или шестой И в итоге У меня все равно Второе место Получилось И там Тот день Такой был Я не знаю Дурацкий Перед вторым заездом Я выходил из кемпера И ударился В палатку А была палатка Металлическая Расек себе Вот тут Лоб Расек так Что мне пришлось Вырезать Вот так По кругу Мои волосы Наклеится Такой Сюда Пластырь И я Вот так Чтобы шлем Чтобы шлем Чтобы все держалось До времени Мало было Кого Не успел Я побриться Полностью Но на подиуме Я стоял Так С поднятой головой Потому что У меня просто Лепешка Здесь была Синяя Пластырь У этих русских Такая мода На прическе Такой интересный вопрос От Славика 007 Бывают ли купленные Гонки В плане распределения Мест на подиуме Нет Нет Такого нет Гонок То есть Может быть Какая-то договоренность Быть внутри команды Стратегия какая-то Продержать Там что-то такое Да Это есть Да Но И опять же Если допустим Два сильных гонщика То у них там Может быть Борьба Внутри команды Быть Но она никак Не может влиять На На Какие-то Покупки Места Борются Каждый За каждое Место Мне очень Кстати Понравился Вопрос Про электрические Мотоциклы Как ты думаешь С этого года В MotoGP Стартует новый Новый класс MotoE И я знаю Что тоже Достаточно Серьезно Развиваются Кроссовые Электробайки Как ты думаешь В MXGP Может появиться Такая категория Она может появиться Да Но я думаю Еще Долго Я не знаю Как это будет Все выглядит Тихо будет Выглядеть Ну тихо Ну да Просто будет Журжание Наверное Какое-то Но я не знаю Как это будет 40 электромоторов И Я не знаю Мне кажется Будет скучно Вот Все-таки Да Вот Это запах Это звук Это рябение Это какая-то адреналинка Достаешь А то Машинка упадет И Ну Зрители Особо Не принесут Такой Адреналинка Сейчас Не приносят Я читаю Ну я с тобой Полностью Согласна Слушай Женя Вот у меня Есть такая фотография Тут Я тебе уже Их присылала И просто так Получилось Сколько тебе здесь лет Ну посмотрите Держи Не знаю Нет Сколько Двенадцать Наверное ШКМГ Да ШКМГ Двенадцать лет Двенадцать лет Вот в интервью В четырнадцатилетнем возрасте Ты говорил Что самое непонятное тебе Ну это правда было в шоссе Да Это когда тебе кажется Что ты едешь быстро А мимо тебя проносится другой гонщик Да Так может быть я говорил на тот момент Потому что я выступал В смешанном классе Вроде Я же на 125 ездил Да А выступал я вместе С литрами Да С литрами Да Ну туда Да Я помню Проносились Я помню прекрасно Как вчерашний день В Финляндии Когда тоже Мимо меня проносились И меня это пугало Потому что Ну как бы Большая разница Еду Я не знаю сколько ехал 150 Они ехали за 200 Наверное Как мимо стоячего Я еще маленький же был Худой Но я на самом деле Это тоже хорошо помню Потому что Кстати Почему именно В тот год Вы с папой Приняли решение В шоссе поехать Ну это лучше конечно Вопрос отцу задать Я был Ну папа Да Ну и на самом деле Была возможность Ехать тогда На 125 И таких маленьких Участников У нас не было Женя был один И Женя Я помню На стартовой решетке Всегда стоял Ну как бы Последним А финиш Ну подожди Там впереди Стояли литры Да Я не знаю Да Вот Но буквально После там Двух кругов Женя лидировал И просто Приезжал всегда Первым в этом Заезде Это конечно Всегда было Для обывателя Это было удивительно Ну опыт для меня Был вообще суперский На самом деле И сейчас По возможности Если я могу Я выезжаю Просто Для души А тебе вообще Шоссе нравится? Да Мне очень нравится Ну вот кстати Орлов83 Спрашивает Полезен ли Зимний мотокросс Или вообще Для подготовки Шоссейники Что дает? Многие Многие Шоссейно-кольцевые Спортсмены Тренируются Зимой На 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 Мотокроссе На мотоцикле Допустим Джентон Ре Вот С ним я как бы Часто вижу Сейчас в Испании Где подготовка Меня проходит И он ездит Сейчас Тренируется На мотоцикле Вот И это Для физической Подготовки Я думаю Для шоссе Это Супер А с чего Ты начинал Какой у тебя Мотоцикл Был первый? Кавасаки 65 Вроде То есть Разно Это были Японцы Ну конечно Да Конечно Некоторые Начинали С Урала Блин Нет Ну я Ну да С Кавасаки Начал Потом Ну я ездил На Урале Я ездил Потом уже У меня Минск Я выигрывал Беларусь Я тоже На Минск Но это потом Как бы Мы вообще же не будем их сравнивать Правильно? Мы не будем А вообще Если сравнивать себе мотоциклы Ты уже много попробовал Кавасаки Хонда Сузуки Вот Я даю Предпочтение Японцам Японцам А вот Ковальчук 114 Спрашивает Евгений Оказавшись Перед Владимиром Путиным Что ты ему скажешь? Кстати У меня было Что-то было в голове Что-то я хотел сказать ему И Вылетело Во-первых Ру хочу пожрать По такому человеку И Пока не знаю Правда Ну мы подумаем еще об этом Да? Ну если будет возможность Я точно Придумаю Ну вот видишь Надо быть готовым Мало ли На каком-нибудь экономическом форуме Раз Для продвижения Мотокросса Здесь Как раз Очень часто Спрашивают Про мастер-классы Про тренерскую работу И так как Ты не часто Сюда приезжаешь И в этом году Есть ли какие-то планы Чтобы Что-то провести Есть план Да И Надеюсь Он Получится Это на июнь Первое-второе Число июня Это как раз Перед Орленком Привезти В городе Кондрово Гонку Но это больше Хочу сделать Как Я не знаю Как фестиваль Ну как фестиваль Да То есть Чтобы Там был Мотокросс Эндуро Фристайл Такая Развлекательная Двухдневная Программа Для Для зрителей Чтобы они Пришли Не Только на мотокросс Но чтобы они Увидели Разные виды спорта И Конечно Хочу сделать Для детей Потому что Ну какое-то Ну развлекательное Может быть Да Там место Им Чтобы они Могли Даже попробовать Какие-то маленькие Мотоциклы Самые электрические Да Но я вот знаю Что когда идет Чемпионат мира Здесь российский этап Всегда у нас проходит Академия Моджи Пи И очень много Детей приезжает И ты Один из Главных участников Который всегда Дает какие-то советы На этих мастер-классах Как реагируют дети Как Вот Насколько они Впитывают Слышат тебя И ты вообще следишь За российским Детским Мотокроссом Да У нас приезжает В Голландии Многие кто приезжает Часто я вижу С краевым Вот И Вот Ну а по поводу По поводу реакции Детей Ну дети Я думаю Им просто хочется ездить Кого-то слушать Да там порой Им просто Ну Послушали Но им просто интересно Ездить Да Ездить Да Интересно А потом они бегают По падоку И такие счастливые Что они с тобой Сфотографировались Нет Но все равно Конечно Приятно Передавать какой-то опыт Детям И делиться Вот И когда тем более Слушаются Там повторяют Но это приятно И в этой связи Как ты думаешь Есть ли будущее У российского Мотокросса Я думаю Есть Конечно Потому что При Сейчас Джейус Принес Федерации И он Я считаю Очень много Вкладывает Своих сил Да И пытается Потолкнуть Мотокросс На другой уровень И Это видно Видно По чемпионату мира И Видно По активности Зрителей Да По поводу Сколько стал следить И заниматься Сколько пытается Выехать тоже В Европу На Другой уровень Как результаты показывать Движок Есть Это Хорошо Это Радует Много вопросов По трекам Да Наверное Это Треки Это Чемпионаты Мира Есть Есть У тебя Чемпионаты Мира Этапы Которые Ты любишь Больше всего И страны Наверное И те Которые Ты просто Едем сюда Давай Давай Рассказывай Которые Не люблю Начнем Давай Которые Не люблю А Ну это На первом месте Будет Индонезия Все говорят Индонезия Блин Ну Ужасно Там проводить Чемпионаты Мира Я считаю Тем более На острове Банка Вот И Приезжаешь Ничего Нет Там Тропики Постоянно Каждый час То дождь То солнце То солнце И На все Это Смотришь Конечно И уровень Такой Не для Чемпионата Мира И тем более Что Добраться Там Жить Условия И да Проблема Большая Потому что Я с собой Иду Везу Потому что Многие Травились Многие Не выезжали На гонки Потому что У них Они Попадали В больницу Просто Элементарно Из-за еды И по-моему Там какой-то год Отменили Гонки Потому что Был дождь Чацкий Да Второй Зайз Отменили На этом Кроссофтере Банка Там Отменили Потому что Там Нереально Было Ехать Там Все Залипло Грязь Была Лужи Вот Мне нравится Этап В Аргентине Да Если Мы уже Говорим О далеких Поездках Поездок То Аргентина Ты больше 20 часов Туда Добирайся Но приезжая Туда Ты просто Ну кайфуешь От места От Люди Там знают Мотокросс Фанаты Сумасшедшие Еда Классная Природа Супер Трасса Офигенная Так что И зрители Очень много Приходят Так что Летишь Летишь Уставший Прилетаешь Но Когда Там Находишь Это Все И веруйся Обратно А прилетайте Чтобы Климатизироваться Чуть заранее Заранее Да А вот Тогда Дима Новоглядов Спрашивает Какое Место Орленок Занимает В рейтинге Орленок По По атмосфере Да Я на первом месте Это точно Прям железно Но по трассе Это не моя Ну не фейвер Не мой Тип грунта Вот Но я поставлю На третье место Потому что Блин Мне нравится Она тем Что она Скоростная Мне нравится То что Мне Я уже Ее знаю С детства Да С раннего возраста Слушай Женя А вот Все-таки Время Вносит Свои Коррективы У тебя Ты живешь За границей Там Кстати Сложно Жить Ну Я в Галанде Живу Ну да Это надо Привыкать Но ты уже Долго лет Адаптировался Но все равно Нет Не то что Я адаптировался Да Но Это все равно Мне кажется Русским Немного Сложно В Галанде Жить Для меня Сложно Потому что Тем чем я Занимаюсь Мне хочется Свободы Больше А там Немного Вопрос по поводу Расстояния Ну что Ну что Немного Ну что Немного Ну что Ты со всеми На связи Что Либо Я Ну Я пытаюсь Нет Не со всеми Ну допустим Друзья со школы У меня есть Друзья со школы Друзья со школы Но Но У меня есть Олег Кутасов Который мы постоянно В школе Потом Александр Юдин С которым мы постоянно В детстве практически Все проявили С ним я давно не общался Я подумал Заехать Вот Потому что Контактов у меня нет Я знаю Где они работают Я найду вас Вот Вот это Тоже очень важно Слушай Дочку Спрашивают про дочку Есть ли желание у дочки Заняться Нет Нет Сейчас нет желания у папы Я слышу А у дочки Нет Чем занимается Ну Не Ну вот Как бы мотоцикл У меня есть для нее Все Я взял Покататься Ну Как бы Я неинтересно Я нравится Когда я ее катаю Но Она сейчас Мы Она занимается Плаванием Она Теннисом Занимается Потом Она занимается Лыжами Гимнастика Сейчас То есть У нас Не расписано Для нее Ты вот Папа какой Ты можешь Здесь Юлия Стахева Спрашивает Ты можешь Приготовить Семье Завтрак Обед Ужин Могу Прям можешь А твое фирменное блюдо Очень удивительно Ну 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 У меня в последнее время Мне нравится Делать Ну Это элементарно На самом деле Это Это Лосось С овощами С сыром Сверху Вот И порой Когда меня Что-то накатывает Я могу Пытаться Какой-то торт Сделать Я люблю Тор Круто Перо Какой-то Что-то испечь Но Не получается Но Все равно Я его Ну Родные едят Косовый Да Просто Так Почему я могу Чуть приготовить Конечно Я понимаю Вот тут ребята пишут Ребят Вы тут Не обижайтесь Что сразу Может быть Мы не видим Вот пишет Булычев 93 Что не дождемся Похожи ответа Булычев Напиши пожалуйста Еще раз Свой вопрос И мы его Обязательно зададим Да Подождать нельзя Назадим Да можно Но мы сейчас Тут в этом Нагл 12 Или Гонсалвис 993 Вопрос в чем А я не знаю Вопрос Как люди Может быть Давай как люди Ответим Кстати Ответь как люди Нет Хорошо Не я могу ответить Но я хочу сказать Что ну Ну как люди Не знаю Как характер Я их Как-то мы дружили Весь год А потом Когда разошлись Все Дружба Перестала Они общаются Вот Это европейская Дружба Я так назову Ну тогда я расстроился Кстати Очень по поводу Я думал Мы как бы друзья Но на самом деле Нет А вы знаешь Такой вопрос Есть Такой термин Подлый гонщик Ну вот На треке Какой-нибудь Знаешь Который Ну зараза Просто А ну есть Да Такие есть Есть такие подлые Да Ну а мы Или которые идут Под голову Ну вот Грязные Ну пусть грязные У вас там В этой грязи Есть Конечно Они есть Ну без имен Да Или скажешь Я могу сказать ДСАЛ Почему спокойно ДСАЛ Грязный гонщик Постоянно Вот именно с ним У меня каждый гон Какие-то стыковки Я не знаю Почему Я не знаю Почему Он постоянно Передо мной Или как-то мы С ним сталкиваемся Он же меня трост ногу Сломал В 2013 году Переехал Да Вот Ну он же не хотел Не знаю Что он хотел Блин Но в итоге Я в больнице оказался Вот блин А вообще Бывают какие-нибудь Разборки после гонки Там Махач какой Махач Так Махач Пока не было Да Махач Так-то есть 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 То есть горячие Ругаемся Да До драки Не доходит Лучше конечно После гонок Дел Потому что Потом тебя Дисклифицируют Ну Да Не хотелось Нет Это не нужно Спрашивает Про твои Трисеменки Трисемерки Да Я знаю Что Вообще Расскажи историю Откуда этот номер И Может у тебя Такой же номер На машине Нет Он был На машине Да У меня Был Да У меня На самом деле Начало Семерка Была Когда я ездил 85 кубов Потом Я когда В Голландии На этапе ехал У меня 77 номер Было Потом у меня На машине Семерки А в номере Телефона Ковальчук Спрашивает Есть Семерки Нет 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 Но мне нравятся Семерки Они как-то Характеризируют Какую-то силу А сколько раз Ты подтягиваешься Это спрашивает Тебя Блин Я не хочу Говорить Это смешно Потому что Я Не силен Подтягиваю Просто Не силен А вот Смотри Кстати Был интересный Вопрос Который Я не задала Часто Или проверяют На допинг Ну У меня Часто Наверное Раза три В сезоне Но я два раза Был на Системе Вада То есть Ты в течение Года Заполняешь Каждый день Каждый час Где ты находишься Локацию Чем ты занимаешься Потому что Они Приходят Ко мне приходили В семь утра Домой Отстучались И было смешно Потому что Мне Лена Говорит Ничего им не давай Цыгане Наверное Не открывали Они ставят Два сумки Говорят Мы вот С Владой Со Швеции Пролетели Я как бы Не успел Ничего сказать Идите Отсюда И в итоге Да Меня проверяли А сейчас Нет Ребята Тебе Очень много Пожеланий Назаров Артем Желает тебе Больше подиума В этом сезоне Темыч привет Темыч привет Да Все Все тебя приветствуют Я тоже Вам всем Пошлю Приветики Мы распишемся Жень Ну уже пора нам Закругляться Мы целый час сидели Отвечали на все вопросы Как ты оцениваешь Уровень вопросов Да нет Ну все классно На самом деле Мне очень было приятно Находиться в эфире И пообщаться Да Спасибо что пришло С вами Наташа И поотвечать на вопросы Надеюсь скоро увидимся Увидимся обязательно Ребята Всем пока Спасибо большое Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok